Представляю вам новый прибор спектроанализатор, анализатор спектра DMC-SF750PRO. Это прибор, который позволяет принимать спутниковое, эфирное и кабельное телевидение. Настраивать. По умолчанию выставлена настройка спутникового ТВ, ДВБС, ДВБС-2. Если нажать кнопку меню, то меняется ДВБТ, ДВБТ-2. Еще раз, ДВБС-2. Так, в принципе, вот у меня все подключено. Попробую увеличить. Так, походим по менюшке. Показывает уровень сигнала на определенной частоте. Так, это у нас спектр. Частота универсальна, но у нас здесь триковор стоит. Поэтому мы сейчас выставим 10750. Нажмем кнопку ОК. Вот пошел спектр. Так. Уровень сигнала. Так, здесь выбор спутника. Так, это что-то не особо интересное. Можно добавить, изменить спутник. Также это все заливается через флешку, через раздел настройки. Обычные текстовые документы редактируются. Обновление это залить. Резервные данные это сделать бэкап. Так, по поводу эфирки. Так. У нас есть сигнал на частоте на 30-м канале. Вот, в принципе, уровень сигнала. Проверка позволяет посмотреть, на каких, в принципе, частотах присутствует сигнал. Ну, или канал. Сейчас мы выставим, где он есть. Здесь прям покажет. Вот. Начнем с 30-го. Вот, 30-й. Дальше. Вот, 578-й. Ничего, по-моему, у нас есть на 4908-й. 498-й. Вот, тоже присутствует сигнал. Так, что у нас в сканировании есть? Идет перебор частот. Сейчас посмотрим, дойдет до 30-й. Вот, показывает, на каких частотах есть сигнал. По сути, спектр. Так. Так, это выбрать страну. Юзер, это добавить канал, изменить канал. Ручная настройка, по сути. Так. Так, в настройке есть такие возможности. То есть, можно подать питание на антенну. 5, 12 и выключить. Так. Можно настроить экран по вашему усмотрению. Вот так. Ну, в принципе, будет малоинтересные вещи. Так, теперь по кабельному телевидению. Антенна у меня не подключена, кабельная, нет ее, поэтому пройдемся просто по менюшке. Так. Вот это поиск. Проверка. Также, наверное, частоты, на которых есть сигнал сканирования. Ну, как бы, ничего не найдет. Так. В принципе, те же параметры. Опять по странам. Вот такой, в принципе, приборчик. Из комбо-приборов это самая бюджетная модель. Стоит в районе, там, чуть меньше 7 тысяч. Но функционал, как вы видите, достаточно большой. Есть фонарик. Защитный чехол, который снимается. В комплекте идет блок питания. Вот разъемчики, бочка. И для эфирной антенны. Инструкция на английском, пока что. Ремешок для крепления. Посмотрим, какой аккумулятор у данной модели. Вот я снял чехол резиновый. Вот аккумулятор. Что немаловажно, это недорогой аккумулятор, который можно всегда заменить. Найти его на Алиэкспресс. 74 вольта, 2 600 мА. Где-то хватает на 5 часов работы. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать про этот прибор. То есть, не нужно заказывать аккумуляторы, если у вас они испортятся со временем, что происходит всегда. Которые иногда, бывает, стоят больше половины стоимости прибора. А заказав рублей за 500, наверное, на каком-то Алиэкспрессе. И продолжить пользоваться. В общем, надежная модель. Продолжение следует...